И всем привет ребят, с вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня вместе с вами мы будем обозревать одну очень интересную пушку, на которой я в последнее время вообще не играю в нашу игру Сегодня мы поговорим о пушке Скорпион, скатаем сегодня на нём Скатаем вот на такой вот интересной комбинации в виде Скорпиона Крусейдера Также мне в ближайшее время должны выдать мой замечательный Скорпион XT с ралли Танкара Но пока что на момент записи этого видеоролика у меня его ещё нету И сегодня мы протестируем устройство Торнадо, то устройство, которое очень сильно занерфили Уже на протяжении двух последних недель это устройство нерфилось И на последней неделе у нас это устройство сделали ещё хуже, сделали дольше время перезарядки И при этом время наведения ракет тоже стало плюс 100% Посмотрим, как покажет себя это устройство в рамках матчмейкинга В своё время я считал это устройство лучшим на Скорпион Ну именно в последнее время, когда это устройство ещё не трогали Я хоть на нём большое количество времени не играл Но считал его лучшим в своём виде Мне просто очень сильно не нравилось то, что там с 16 ракет такой очень сильный звук выходит И поэтому я как-то, ну не знаю, недолюбливал, можно так сказать, это устройство Хотя по силе оно было крайне-крайне жёсткое И мы сейчас запикаемся именно в тот режим, в котором это устройство можно лучше всего реализовать Это именно Джиггернаут Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, где мы обозреваем именно те вооружения, которые у нас меняются в балансе То обязательно поддержите данный видос лайком Не забывайте подписываться на этот замечательный канал Ну и конечно же не забывайте про то, что у нас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов По моему личному тегу Тегу Тимп Вся информация по этому поводу есть в описании Так, ну а нас закидывают уже накатку Будем пытаться сейчас сводить оппонента Будем стараться накидывать как можно больше урона Торнадо это то устройство, которое залетает Ну, грубо говоря, даже через стены, да То есть главное, конечно, раскручивать это устройство Раскручивать полет И тогда есть очень большая вероятность того, что вы даже попадете те выстрелы, которые будут, например, через стенку, да По противнику именно Да, то есть вы так вот раскручиваете всю эту тему Плюс еще сплэш урон залетает И по итогу эти ракеты достигают цели Поэтому по большей части на таком Скорпионе лучше всего играть как раз-таки именно с помощью сводки Так, ну и наша задача еще Джаггернаута тоже здесь посводить, понагибать Так, сводочка первая устная полетела По Джаггернауту с разворотика, по идее, должны ракеты залетать четко по Джаггернауту Ага, первые все ракеты залетают у нас по стенке Так, ну и ластовые раскрученные залетают четко в цель Честно говоря, особо сильно долгую перезарядку нашего Скорпиона я не вижу Да, хоть и, ну, наверное, по идее кажется, что он и долго перезаряжается Но по идее особо разницы не вижу, да То есть по сути все такой же самый Джаггернаут Такой же самой перезарядкой Так, мы раскручиваем нашу тушеночку Ну и по идее, если сейчас у нас Джаггер не подсейвится Он в очередной раз сейвится Я думаю, что нам надо просто поменять позицию Чтобы у меня залетали не те раз, только ракеты А, нифига себе, даже те, которые с раскрутки я дал Не залетели Поедем вот на сюда, на вот эту позицию Поймаем здесь Джаггера Отсюда просто, по идее, вся должна сводка у нас залетать Есть у меня тут возможность пикнуть, да? Есть возможность у меня тут пикнуть Чуть-чуть расстояние больше сделаем Чтобы наверняка у меня залетело По Джаггернауту Там он уже под стенку, по идее Ага, он уже другую стенку нашел Блин, ну это гений какой-то Это какой-то гений Это какой-то гений Ладно, хорошо Тогда мы сыграем еще другим способом Есть еще один способ Дотянуться до этого Джаггернаута Есть один способ интересный Сейчас попробуем ему Под девяностик залетку оформить контентовую Только меня вот Только уничтожили Если бы меня не уничтожили Было бы вообще шикарно Так, попробуем сейчас через право заехать Мне очень сильно хочется просто Слить от этого Джаггернаута Я понимаю Насколько Насколько много урона Залететь может ему Так, еще Еще вот такую вот сарделечку даем Два-три раза Вот так вот делаем И сводянка полная должна залетать Полная сводяночка должна залетать в голову И отлично мы Джаггернаута первого сливаем Но я не знаю Но торнадо по ощущениям Все такое же сильное Все такое же сильное Как будто с ним ничего не было Не сделали Я не знаю Да, то есть я Два нерфа уже получается Произошло этого устройства Но по ощущениям Как будто оно по силам Ну плюс-минус На том же уровне На котором оно и было до этого Так, отлично Страйкер У нас Здесь Выпикивает Так, ну и сводянка у нас Залетает Контентовая Но меня к сожалению Уничтожает Да, пока что Джаггернаута Все так же эффективно можно сливать Все так же Можно четко наносить ему урончик И если честно Я особо Ну здесь разницы Наверное не вижу Потому как его Я мог уничтожать раньше И как я могу уничтожать его сейчас В принципе Ситуация у нас Не особо сильно поменялась Делаем вот такую раскрутку Которая дает нам возможность Полной сводки По Вражескому Джаггернауту Но у него появляется Овердрайв И плюс Ко всему прочему У него еще И резист От меня Так, ну мы еще одну Сводочку Такую вот Контентовую Заряжаем Так И Эта сводка Должна даже Под упор лететь Да, шикарно Все выстрелы Просто залетают И мы Уничтожаем еще Одного Джаггернаута Ну шикарно Что я могу сказать Сасулиандрова еще Такую вкусную даем Чуть-чуть на откатике На респ Улетаем От скорпиона Пять резистов Пять резистов Используют игроки У нас Вот этой пушки Большое супер количество Но что могу поделать Я с этим Что я с этим Особо сильно поделать Не могу Джаггернаут стоит В открытой позиции Блин, надо было раскручивать Я думал, что он уже не уедет Но он все-таки Уезжает Под стенку И Ну ладно Наш тиммейт Его сливают Пока все шикарно Все так же шикарно Все так же эффективно Можно уничтожать Джаггернауты И торнадо Показывает, что Это устройство До сих пор является Ну наверное Одним из лучших Для уничтожения Именно Вражеского Джаггернаута Плюс по расстоянию У него тоже нет Никаких проблем Пул с водянка Залетает просто Идеально в голову Ну и Я респлю еще одного Джаггернаута Без особых На это проблем Ну и с перезарядкой Тоже проблем Тоже никаких нет 320 очков У нас за 6 минут Играя чисто В джаггернаута Не вижу вообще Никакого смысла Сводиться по кому-то Другому Чисто стараюсь Уничтожить именно Вражеского Джаггернаута Так Ну и сейчас попробуем Еще одну Сводочку Такую Вкусненькую Ему Оформить Так У меня Пол сводки Залетит Наверное точно Вторая половина Фиг его знает По идее Хотя Вся даже Наверное сводка Должна была залетать С такой позиции Так Джаггернаут Что там у нас По джаггернауту Давай-ка родной Поймать бы его На сводку Поймать бы его На сводочку Ага Отлично Едет Открывается Раскручиваем Все это дело И Первым же выстрелом Я его сумел добить Шикарно 5 0 мы ведем Уже вместе с вами В рамках этого боя Пока что все выглядит Максимально шикарно Так Ну и По ощущениям Конечно Есть у нас Шансики Есть у нас Шансики Сделать вообще Досрочку В рамках этого боя Пробуем сейчас еще поймать Джаггернаута Вот так Вот нас Водянку Ловим его Раскручиваем Все это дело Так И фулл сводка Чисто залетает Да Идеально Идеально Фулл сводочка залетает Единственное Только надо Не сливаться Пока У нас Эти выстрелы Долетают Так Ну и Сверху можно Сосулендрочку Такую Воткнуть Вкусную Блин не успел Поймать сводку На Джаггернауте Но хп у него Крайне мало Крайне мало Да Я хотел только написать Ноль Но его уже уничтожили Пятьсот очков Шесть джаггеров Мы уже слили Да Может быть по очкам И по киллам Не так много Но Эффективность Уничтожения Вражеского Джаггернаута Прям просто великолепная Это устройство Просто доминирует Над Джаггернаутом И Без Шансова Может его Уничтожать Так Я прячусь Раскручиваю Прячусь Чтобы у нас Фулл сводка Залетела По Джаггернауту Ну и даже Если честно Особо сильно Фулл сводки Не понадобилось Наши тиммейты Умели Добить Этого Джаггернаута Так Я лечусь Чуть в упорчик Чтобы у нас По идее Это А нет А ну да Больше половины Залетело Шикарно Шикарно Даже без раскрутки Больше половины У нас выстрелов залетают По вражескому Джаггернауту Так И по идее Можно сейчас попробовать Еще одну сводочку Такую Оформить Если у меня здесь Поймает Его По идее Ага Даже не надо было ловить Шикарно Уничтожаем еще Одного Джаггернаута Вот этого мы сразу Ловим на прицел По идее Нам хватает Расстояние Чтобы под Вкуснятину У нас залетело Шикарно Бомба Класс Так Еще попробовать Нет 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 Стоп 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 Давай Давай Пикни Пикни Родной Пикни Родной Родной Блин Пикнул бы Я бы сейчас Еще бы Такую вкусную Тычку бы дал Так У меня есть Сосуля Игроки Как раз Чуть Чуть Готовы Эту Сосулендрочку Получить По своему Танчику Так Ну и у нас Джаггернаут Вылезет ли у нас Джаггернаут Да Вылазит Отлично Шикарно Вылазит у нас Джаггер Делаем вот такую Вкусную сводку По нему Так И Ну Немножечко Переборщил Да Расстоянием Чуть не хватило Мне Можно было бы Там немножко Еще раскрутить Тогда бы Я думаю Что точно Бы Все бы В цель Бо у нас Залетело Джаггернаут Начинает пушить Не знаю Зачем он Начинает пушить Когда у него Там Не такое Большое количество ХП Пытаюсь поймать На сводке Не поймал К сожалению Едем 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 Открываем Открываем Джаггернаута И просто Его даже Задобивают У него Не было Большого количества ХП И он Улетает На респ Так Это у нас Получается Уже 9 Джаггернаут Остается Последний Джаггернаут И мы Вместе с вами Выиграем Уже Эту Каточку Все Уистажает Наши тиммейты Ну что я могу сказать Если честно Я не чувствую вообще нерфа Если честно Я не чувствую нерфа Я хоть и на этом устройстве Особо большого количества Времени не играл Но по ощущениям Как будто Оно все так же Эффективно уничтожает Джаггернаута И уничтожает Джаггернаута Без шансов Просто без шансов То есть В моем понимании Все так же В салат Можно переигрывать Джаггера И контролировать Вообще Ситуацию на карте Да У нас на сегодняшний день Есть два устройства Это Страйкер С восьмеркой Который может уничтожать Легко Джаггернаута И как раз таки Вот это вот Устройство на скорпион Торнадо Которое может тоже Через верх Просто наносить Безумно большое количество Урона по Джаггернауту И даже я думаю Что с точки зрения Эффективности И дистанции Торнадо Покажет себя Даже еще лучше Поэтому Я не знаю Что там происходит С нерфом Я честно Этого нерфа Не чувствую И в моем понимании Все так же Эффективно Это устройство И все так же Эффективно Можно его Применять Для уничтожения Именно вражеского Джаггернаута Пишите что вы думаете По поводу этого устройства Играете ли вы на нем Вообще в принципе В матчмейкинге Насколько По вашему мнению Оно эффективно Да Считаете ли вы Его интересным И балансным Да Либо По вашему мнению Например Оно уже занерфлено И оно не интересно Может быть вы просто Играете на нем часто Я на нем Как уже сказал Давным-давно Не играл вообще В принципе Скорпион в матчмейкинге В последнее время Не использую Мне как-то Не знаю Эта пушка Особо сильно Не приносит Тех эмоций Которые приносят Мне другие пушки По типу Например Того же страйкера Да Поэтому напишите Будет интересно Почитать Вашу точку зрения По этому поводу Ну и поддерживайте Конечно данный видос Лайком Если вам понравился Согласно с моей точки зрения Ну и так же Не забывайте Про розыгрыш На 2 миллиона кристаллов На 300 тысяч танкоинов По моему личному тегу Вот здесь В настройках игры В аккаунтике Тимпэшечка устанавливаем Дальше Оформляем покупочку В магазине Ну и в описании Заполняем форму И участвуем В этом замечательном розыгрыше У меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok